здравствуйте дорогие друзья сегодня вам покажу как сделать вот такую розочку на основе цветка сакуры вот он цветок серединке саму идею такого способа плетения цветочка и идею самой розочки я посмотрела на канале у мастерицы канал называется плиту что хочу нам потребуется всего три трубочки у меня трубочки 30 сантиметров накручены на 1 и 2 полоса 7 что мы делаем для начала мы укладываем трубочки вот такую вот крестовину смотрим чтобы все концы были одинаковые иначе на может не хватить трубочки и чтобы расстояние между ними тоже было одинаковое вот такой вот снежинкой что мы будем сейчас делать каждый кончик мы будем укладывать поочередно на два следующих кончика я буду идти вот в этом направлении идти можно самом деле в любом может можно в этом можно в этом кому как удобно мне удобнее вот сюда справа налево начинаем мы укладывать самого нижнего кончика то есть кончик который у нас вот сам внизу лежит так выровняла вроде одинаково все приминаем серединочку берем самый нижний кончик и начинаем укладывать на 2 вот сюда уложили вот так петелечкой придерживаем следующий кончик вот этот вот на 2 вот сюда уложили придерживаем следующий кончик на 2 вот сюда уложили нам осталось уложить два вот этих кончика вот этот вот кончик мы также укладываем на 1 а второй он у нас уже лежит вот там поэтому мы его заводим вот в эту вот первую петелечку вот сюда берем кончик берем кончик и заводим в петелечку уложили остался последний кончик нам нужно его завести вот у нас вторая петелечка наша в эту петелечку но под вот эту вот трубочку вот так вот вот так вот и два вот уже видно как вырисовывается цветочек сакуры теперь нам нужно это его аккуратненько подтянуть сейчас я подтяну и покажу что делать дальше вот я подтянула цветочек теперь мы будем делать абсолютно то же самое в том же направлении как мы двигались начиная с любого места потому что трубочки нас уже все закреплены вот и мы начинаем с любого места давайте опять начнем вот отсюда берем хвостик на 2 вот сюда чуть-чуть как бы огибая наш первый цветок укладываем вот чуть-чуть как бы огибаем да вот так вот уложили следующий на 2 вот сюда тоже немножечко огибаем как бы его уложили потом все равно будем все подтягивать так следующий хвостик вот этот вот на 2 вот сюда уложили следующий хвостик на 2 вот сюда уложили вот у нас опять осталось два хвостика не уложенных то же самое вот этот хвостик у нас пойдет с вами в первую петелечку вот она первая петелечка первая петелечка так так и последний хвостик у нас пойдет также во вторую петелечку под трубочку так это первая петелечка вот на вторая петелечка под трубочку вот у нас вырисовывается второй цветочек точно так же нужно его подтянуть и чуть-чуть как бы вывернуть вот так вот сейчас я подтяну и покажу вот я подтянула хвостики немножечко поворачиваю и как бы вот серединочку выдавливаю он получается как бы вот такой вот тарелочкой еще подтягиваем до тех пор пока результат нас не устроит вот я подтянула немножечко вывернула как бы сюда можно в принципе оставить и так уже довольно таки симпатичный цветочек но нам хватит вот этой длины оставшиеся для того чтобы сделать третий оборот делаем абсолютно то же самое начиная абсолютно с любого места вот ну давайте например начнем вот отсюда же главное чтобы идти в том же направлении кончик на 2 вот сюда так же слегка огибая уложили следующий на 2 вот сюда уложили следующий на 2 вот сюда так следующий на 2 вот сюда осталось 2 последних хвостика все то же самое первых хвостик заводим в первую петельку вот она первая петелька вот вторая петелька вот была первая петелька вот вторая вот сюда неудобно потому что короткие трубочки лучше конечно взять трубочки 40 сантиметров будет намного удобнее все теперь нам нужно эти трубочки все подтянуть также слегка выворачивая сейчас я подтяну и покажу что получается вот такая розочка у меня получилась пока подтягивала у меня порвались тонкие кончики поэтому я говорю трубочку лучше брать подлиннее потому что это вот эти концы тонкие они все равно могут отрываться вот такая вот розочка можно промазать клеем пва вот с этой стороны подождать пока подсохнет и потом обрезать кончики ну вот эти розочки я не подклеивала то есть трубочки настолько хорошо затягиваются и держатся сами по себе что останется просто вот кончики эти подрезать их подрежу которые порвались концы тоже сейчас подрежем так на самом деле они никуда не денутся они держатся очень хорошо вот такая вот розочка для чего же нам нужны такие розочки конечно же для декора наших замечательных корзин вот есть такие у меня зелененькие листочки это обычные пластиковые от цветов да вот например можно вот так вот подклеить сзади и приклеить скажем вот на на букетницу на цветочный горшок будет очень интересно смотреться как еще можно применить ну например если сюда вот сзади наклеить скажем кусочек кожи и сделать какую-то застежку это может быть брошкой если сделать резиночку например сюда тоже приклеить кожу и зацепить резиночку это будет прекрасная заколочка для волос для девочки почему нет можно кстати из трубочки что-нибудь сделать да какие-нибудь там проволочку сделать и может быть вот так как-нибудь сделать витушки такие дали стебелечек то есть вариантов масса вот такие розочки надеюсь вам понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии на этом наверное все всем спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания